Теперь Украина, где уже после завтра инаугурации Владимира Зеленского, а сегодня новая интрига. Помните, ранее на этой неделе фракция Народный фронт вышла из правительственной коалиции, чтобы процессуально затянуть время и не позволить Зеленскому распустить парламент, ну и, соответственно, провести внеочередные выборы, пока у его партии с избирателями, ну, своего рода медовый месяц. Сегодня в ночи показалось, что Зеленский эту ситуацию развернул. О том, что выяснилось к вечеру, Денис Давыдов. На Украине чем ближе инаугурация, тем больше спекуляций, распустит или нет новый президент Верховную Раду. Накануне в интернете появился якобы черновик, якобы первого указа Владимира Зеленского о назначении внеочередных выборах в парламент. Основания нашлись в Конституции. У действующих депутатов нет коалиции еще с 2016 года. Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины. Дата внеочередных выборов 14 июля, но в окружении Зеленского бумагу поспешили назвать фейком. При этом не отрицали. Рассматривают возможность досрочного прекращения депутатских полномочий. Команда наша. Мы готовим ему разные варианты развития ситуации. Есть вариативность в решениях, и один из вариантов, безусловно, подготовлен. Это распуск Верховной Рады. А еще команда Зеленского готовит аудит Украины, и начнется он, судя по всему, с переписи населения. Сегодня никто не понимает, что есть в государстве и кто есть в государстве. Чтобы проводить реформы, нам нужно знать человеческий, финансовый и временной ресурс. Отправляя советников в телеэфир, будущий президент пока остается в тени. За Зеленского другие говорят. Готов к диалогу с Россией. Но он сам сегодня, в день сталинской депортации крымских татар, заявил, будет возвращать Крым в состав Украины. Неслучайным в эти дни выглядит возвращение на Украину беглого олигарха Игоря Коломойского, которого считают негласным спонсором компании Зеленского. Накануне вечером миллиардер вроде как случайно замечен в одном из ресторанов Киева. Говорит, вернулся не в политику. Дела семейные потянули на родину. Просто приехал в Украину, два года не был на родине. Я приехал сюда, я собираюсь здесь быть в связи с семейными обстоятельствами. Можно будет вас побачить в администрации президента Зеленского? Ваши визиты? Нет, нет. Я собираюсь жить в Украине и получать удовольствие от жизни в Украине. Бизнесмен отнекивается от любых намеков на связь с Зеленским. Хотя вот рядом с ним человек, на телефоне которого логотип команды избранного президента Зе. Но олигарх уверяет, его даже на инаугурацию не звали. Меня не приглашали, во-первых. Во-вторых, я не понимаю, как это выглядит и какие сложности. Мне надо этот расход, бамбочки, галстрики. Но это сложно. Список почетных иностранных гостей почти сформирован. Точно будут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Остальные страны и организации партнеры представлены все больше помощниками, руководителей и послами. А действующий президент Порошенко под конец срока отметился веером указов об отставках. Среди уволенных советники, в том числе бывший генсек НАТО Расмуссен и Мария Гайдар. Новый президент, новую команду собирается набирать по объявлениям. Зеленский заявил, что устроит конкурс на разные должности. От помощников до глав областей. Денис Давыдов, Даниил Крапивин, Ильгиз Хакимов. Вести в субботу. На Украине очередной случай захвата храма канонической православной церкви. Причем сторонникам раскольников помогала полиция. Произошло все в Черновицкой области. Полицейские образовали живой коридор к двери Свято-Успенского храма, куда и ворвались активисты. Раскольники стали срезать замки на дверях храма. Священникам объяснили, что все происходит по распоряжению местных властей, а именно Черновицкой областной администрации. Оказывается, храм уже не принадлежит общине УПЦ. Его просто перерегистрировали на общество новой раскольнической церкви Украины. Министр иностранных дел Климкин, глава Совета нацбезопасности Турчинов, руководство администрации президента, его советники, представители в Раде, глава антикоррупционного управления СБУ. В последний рабочий день Порошенко и его соратники массово пишут заявление об отставке. Но на случай, если кто-то из них начнет собирать вещи, Киевский окружный суд начал дело о запрете на выезд из Украины 180 чиновников уходящей команды. В их числе и сам Порошенко. Он, кстати, сегодня напоследок дал украинское гражданство сбежавшему из России от уголовного преследования экс-депутату Пономарёву. Андрей Григорьев продолжит. Европейской Украины больше нет, звучит как приговор всему пятилетнему президентству Петра Порошенко. Сегодня коалиция депутатской фракции Европейская Украина в Верховной Раде 8-го созыва прекратила свою деятельность. В течение одного месяца с сегодняшнего дня должна быть сформирована новая коалиция. Правящая коалиция объявила о самоликвидации. В надежде избежать досрочного распуска парламента, Рада изобретает всё новые способы, чтобы продлить своё существование. Очевидно, что украинский парламент... Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до предстоящих парламентских выборов. Назначить эти выборы как можно скорее выгодно Зеленскому, чтобы провести в Раду свою политическую силу. В его штабе считают, что в реальности парламентского большинства нет уже давно. Кресла под депутатами качаются, и это чувствуется. А кому премьерское кресло, на вашу думку, необходимо? Мне. Президентское люди уже отдали Зеленскому, а следующее тоже мне. После вынужденного предвыборного перерыва экстренный выпуск студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Нам кажется, прекратить работу Рады не так-то и просто. Даже если ее и распустить, она как курица без головы будет еще долго бегать и что-то там принимать. Уже разбегаются массово губернаторы и чиновники администрации. Уволилась представитель президента в Раде Луценко, вышла из Минской группы по примирению Герасченко, и даже глава Совбеза Турчинов, тот самый, что начал войну на Юго-Востоке, ушел в отставку. Вот министр иностранных дел Климкин в Раде со всем правительством. А уже через час без пиджака, с крыльца дипломатического ведомства, картинно поворачиваясь к Михайловскому собору, сообщает. Сегодня написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, представлю его в Верховной Раде и новому президенту Украины. Вокруг Порошенко все меньше преданных людей. На открытии выставки об истории украинской государственности он пожимает руку сыну видного бандеровца Шухевича и обнимает героев конфликта на Донбассе, которые воюют со своими соотечественниками. Спасибо вам за то, что вы бережете Украину, защищаете Украину и не теряете оптимизма и веры в победу. Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявили, что на инаугурацию Зеленского не приедут. Зато, получая из рук Порошенко прощальный орден Ярослава Мудрого, Юнкер, как рассказывают, прослезился. Вы знаете, он очень расчувствовался и начал, честно скажу, плакать, потому что ему было настолько грустно. За пять лет они почти породнились. Сказал, и сегодня же тоже ушел в отставку. Окружной суд Киева может запретить выезд за границу всей украинской политической верхушки, включая Порошенко. Министры, депутаты, всего больше 180 чиновников. Этот же суд ранее признал незаконной национализацию «Приватбанка». А его бывший хозяин-олигарх Коломойский, наконец, объявился в Киеве. Журналисты спросили, пойдет ли он на инаугурацию. Меня не приглашали, во-первых. Во-вторых, я не понимаю, как это выглядит и какие сложности. Мне надо этот расход, бамбочки, галстуки. Но это сложно. Но мы люди более свободные, спокойные. Ну, из поколения З. Примечательно, что Коломойского застали на закрытые встречи с бизнес-партнерами и несколькими депутатами в одном из элитных ресторанов украинской столицы. Андрей Григорьев, Анна Кол, Карина Богородицкая, Вести. В Донбассе задержаны причастные к убийству Александра Захарченко. Установлена вся цепочка, от организаторов до исполнителей. В их числе высокопоставленные чиновники Украины и те, кто их поддерживает на Западе. Но кто же эти люди, пыталась выяснить Юлия Шустрая. Эта конференция посвящена перспективам развития сотрудничества России и Донбасса. Но всех интересует главная новость. Задержаны причастные к убийству бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Нынешний руководитель самопровозглашенной республики Денис Кушилин обещает, позже появятся имена всех. Установлена полная цепочка, начиная от заказчика, заканчивая организаторами и исполнителями. Выявлены все схемы подготовки и реализации данного преступления. Выяснено механизм провоза элементов взрывчатых устройств. Фамилии пока в интересах следствия называть не имеет смысла. Нужно немного подождать. Но можно сказать с уверенностью, что среди заказчиков высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран, которые продолжают оказывать поддержку киевскому режиму. Александр Захарченко погиб в августе 2018-го. Получил смертельное ранение, но уже не в боевых действиях, а в знаменитом тогда на весь Донецк и не только кафе Сепар. Одно из любимых мест ополченцев. Взрыв прогремел около пяти часов вечера, а после начался пожар. В тот день пострадали еще 12 человек. Киевский след обнаружили почти сразу. Схема была та же, что и при убийстве двух других командиров ополчения, известных по позывным Моторолло и Гиви. Один погиб при взрыве в лифте собственного дома, а второй в своем кабинете. Обоих предали люди из ближайшего окружения. По предварительным данным, Захарченко также предал один из охранников. Он после взрыва в ресторане исчез. Покушения на Захарченко были и раньше. 30 августа 2014 года взорвать пытались его машину. Он не пострадал, только водитель получил легкое ранение. Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014-го. До этого был военным комендантом Донецка и заместителем министра внутренних дел республики. Командовал подразделением оплота армии ДНР. Во время боевых действий в 2014-м и 2015-м дважды был ранен. Для Донецкой Народной Республики потеря лидера была сильным ударом. На следующий день, когда о гибели Александра Захарченко стало известно, жители республики понесли цветы к ресторану, где произошел взрыв. Сначала на этом месте было просто фото с траурной лентой. Чуть позже появилась мемориальная доска. Теперь же принято решение сделать мемориальный комплекс. Каким он будет, решат сами жители ДНР. В интернете уже запущено голосование по пяти эскизам. Юлия Шустрая, Вести.